Конвой приблизительно из 280 грузовиков, которые направила Российская Федерация в помощь жителям Донбасса, так и не прибыл к месту назначения. По последним сообщением, сейчас белые грузовики находятся в Воронеже на военном аэродроме Балтимор, где они, по всей видимости, встали на ночевку. С утра считалось, что попасть на территорию Украины конвой собирается через пограничный пункт севернее Харькова. Однако потом появилась информация о том, что грузовики намереваются пересечь границу в приграничном пункте Извалина и войдут в Луганскую область на территорию, которая на данный момент контролируется пророссийскими сепаратистами. При этом накануне российский МИД заявил о том, что как маршрут, так и содержимое конвоя были надлежащим образом согласованы как с украинской стороной, так и с Красным Крестом. К нам в студии присоединяется Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Что происходит с конвоем гуманитарной помощи для Украины, расскажите. Здравствуйте, Лиза. Одиссея блуждающего конвоя по просторам Южной России не завершена. Если верить фотографии появившейся в Твиттере журналиста Александра Бойко, официально путешествующего с грузом, колонна Камазов сначала следовала с севера на юг, из Москвы к украинской границе. Забралась в Ростовскую область, но ночевать отправилась на север, в Воронеж. А вот если она затем двинется в Луганскую область, это будет снова на юг. Однако дело не в географии, а в политике. Вся история с белыми Камазами выглядит как верх непоследовательности. Вот что сказал еще вчера министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Мы пошли на маршрут, который комфортен для киевских властей. Мы согласились на то, чтобы на наших траках появились украинские номера во время следования по территории Украины. Согласились взять на борт этих грузовиков с гуманитарным грузом не только представителей Международного княда Красного Креста, ОБСЕ, но и представителей украинских властей. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня добавил, что передвижение конвоя происходит, цитата, «в полном взаимодействии под эгидой Красного Креста». Красный Крест, в свою очередь, говорит, что не контролирует конвой, на борту которого нет ни одного представителя организации. Он также отрицает возможность приема гуманитарного груза из России в случае входа колонны через пункт пропуска из Варина, который не контролируется украинскими войсками. Добавим, что у Красного Креста возникли вопросы относительно грузов, которые направлены из колонны грузовиков. По всей видимости, список является неполным. В организации заявили, что им потребуется детальная инвентаризация, когда конвой прибудет на территорию Украины. Свой вариант развития событий дает пресс-секретарь президента Украины. Он несколько прояснил обстановку, сообщив, что правительство заседало ночью и приняло решение пропустить гуманитарную помощь конкретно в Луганск, но только в сопровождении Красного Креста и ОБСЕ. Да, не так, да. Далее миссия пойдет по занятой сепаратистами территории, а по прибытии в Луганск работники Красного Креста распределят грузы. Получается, что украинское руководство выбирало меньше из зол, и именно это ночное совещание было причиной смены маршрута. Тогда остается непонятная реакция Красного Креста и неожиданно резкое высказывание премьер-министра Арсения Яценюка в среду утром. Степень российского цинизма не знает границ. Сначала они посылают к нам танки, системы ГРАД, террористов, бандитов, которые стреляют в украинцев. А теперь они посылают воду и соль. Мы, правительство Украины, а также президент Украины, посылаем жизненно необходимые вещи на освобожденные территории. Мы, правительство Украины, заботимся и способны заботиться о своих гражданах. И поэтому правительство выделяет 10 миллионов гривен на закупку жизненно важных товаров. Украина может получать любые формы гуманитарной помощи только в рамках международного закона и только через Красный Крест. Пока ни один аналитик и ни одно информационное агентство мира не могут со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос, чем закончится миссия блуждающего конвоя. Станет ли это тем пунктом, который полностью перевернет ход событий на Украине? Тем временем антитеррористическая операция украинских силовиков идет полным ходом. В прессе то появляются, то опровергаются сообщения о тяжелом ранении главного военачальника сепаратистов Игоря Стрелкова. Все российское руководство совещается в Севастополе, а белоснежные Камазы со своим таинственным грузом мирно спят на военной базе в Воронеже. Вот ситуация на данный момент, Лиза, но она может измениться в любую секунду. Спасибо, Мария. Сегодня в вечернем эфире Украинского пятого канала заместитель главы администрации президента Валерий Чалый сообщил, что в ночь на среду российский гуманитарный конвой пытался прорваться на Украину с российским сопровождением через Харьковскую область. По словам Чалого, многие страны считают, что это ловушка. Далее цитата. Если Украина закроется и скажет, что мы не примем, то это ловушка, за которой начнется полномасштабный конфликт. Конец цитаты. Продолжение следует...